здравствуйте приветствую вас на канале европлант life сегодня мы продолжаем нашу новую зимнюю рублику рублику рублик сегодня мы продолжаем нашу новую рубрику про новинки что ж такое подожди да 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 сейчас сейчас саша не кричи на меня здравствуйте приветствуем вас на канале европлант life и сегодня мы продолжаем наш новый цикл в котором мы рассказываем о новинках сезона 2021 который появится в садовом центре европлант растение о котором пойдет сегодня речь уже продавалась в прошлом году правда это была немножечко другая разновидность ну начнем сначала что за растение у него очень интересное название экзохорда мне кажется что иметь экзохорду в своем саду совершенно прекрасно потому что одним этим словом уже можно удивить экзохорда само растение очень хорошая она обильно цветущая цветет она в мае в нашем регионе вырастает в среднем где-то в районе метра на самом деле сведения очень сильно разнятся от 40 сантиметров до трех есть небольшая путаница поскольку растение довольно новое для наших садов то и информация которая по нему приходит она довольно такая разрозненная на самом деле экзохорда присутствует в природе аж в семи видах но у нас на рынке присутствует как правило два таких самых известных сорта это сорт не агара и сорт забрать невеста оба сорта отличаются тем что они немножечко паникающие они чем-то похожи на спирею серую по своей форме дорогая моя экзохорда хочу вручить тебе вот это вот кольцо в этот знаменательный день надеюсь что мы будем жить долго с тобой и счастливо рад тебя выйдет в этом шикарном подвенечном платье детка держи ну нечто среднее между чубушником и спиреи цветут они белыми цветочками такими кистями сами цветочки довольно таки крупные они где-то от трех до пяти сантиметров в диаметре ну и спутать в принципе их наверно ничем невозможно только издали вот по общему может быть габитусу возможно спутать с аспиреи может быть черемухой немножечко даже но растение само по себе очень самобытное цветет оно приблизительно недели три как я уже сказал в мае поэтому саду его хорошо сажать уже с теми растениями которые тоже зацветают в это время возможно с какими-то мелколуковичными ну в принципе она будет смотреться прекрасно и в живой изгороди и отдельно как солитер само растение довольно неприхотливо неприхотливо она и в поливе она засухоустойчиво поэтому она не требует дополнительной влаги она прекрасно себя чувствует на любых грунтах ну за исключением возможно очень уж кислых готовить какую-то специальную почву для экзохорды совершенно не нужно возможно она должна быть более рыхлой и легкой возможно ее стоит смульчировать это тоже этому растению весьма способствует и хорошей зимовки кстати о зимостойкости по нашим сведениям экзохорда прекрасно зимует при температуре до минус 30 градусов опять же таки будем проверять в прошлом году я посадил ту экзохорду которая к нам пришла и кстати это как раз было вовсе не сорт ниагара is a bright а новый сорт который на нашем рынке достаточно малоизвестен magical springtime называется он это вид гибридный поэтому он не относится к какому-то определенному из тех семи видов которые присутствуют в природе само растение отличается тем что в отличие от the bright и ниагара у него веточки не паникают а имеет такую вазообразную форму они растут вверх хорошо держат куст и образуют такой шарик приблизительно наверное ну от 60 сантиметров до метра двадцати само растение получается красивой шарообразной формы агрессивного роста у нее нет за хорда любит солнышко на солнышке она будет сохранять красивый габитус побеги у нее не будут вытягиваться цветение будет довольно обильным ну она также прекрасно выдерживает и полутень возможно цветение будет не таким обильным но пусть вполне себя будет неплохо чувствовать вообще конечно экзохорда все-таки как новинкой как все-таки экзотик такой выходец из азии довольно таки благодарна к теплу и будет рада если вы посадите ее в каком-то защищенным от ветра месте это придаст ей и зимостойкости ну как мы уже знаем что с возрастом вот зимостойкость любых растений она растет но позаботиться о молодом саженце в первые годы и в первые зимы в принципе было бы неплохо ничего плохого не будет даже если вы ее укроете на зиму в виде исключения на первый год а там уж пусть как-нибудь сама в этом году у нас уже под петербургом были кое-где морозы ниже 30 градусов я не знаю как на моем участке случилась ли такая низкая температура но мне очень интересно как перезимуют моя экзохорда посмотрим на самом деле растение неплохо и размножаются по одним сведениям но другие пишут что черенки и отводки довольно таки неохотно дают корни можно воспользоваться семенами потому что экзохорда завязывают семена у нее даже есть второе такое название струнно-семенник у нее очень красивые семенные коробочки многогранные почему струнно-семенник не знаю прекрасные семена совершенно не похожи на струны но это достойно романса и после стратификации в принципе у них есть неплохая скорость у этих семян единственное что конечно хорошее растение цветущие мне вы получите довольно таки не скоро наверное где-то только лет через пять-сем но кто захочет тот может попробовать и так хочу огорчить к сожалению тех кто любит растение которые можно как-то применить в хозяйстве например съесть боюсь что с экзохордой у вас такого ничего не получится придется ей исключительно любоваться ну она того стоит ну и конечно вы сможете удивить этим растением соседей потому что вряд ли они где-то его видели в ландшафтном дизайне в северо-западном регионе да и в подмосковье наверно ее встречишь не часто и услышат название в прошлом году у нас потихонечку и стали раскупать не знаю привезет ли нам в этом году что-то лена полякова возможно она найдет сорт за брайт хотя бы и он у нас обязательно появится во многом это зависит и от вас оставляйте ваши пожелания если вы желаете приобрести это растение то я думаю что мы сделаем все возможное чтобы привести его и в разных видах и в разных сортах спасибо с вами был я андрей смирнов и наша новая рубрика the summer is coming до свидания па-па-ра-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па